Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента, как общие посты новостные по рынку, на что стоит обратить внимание, так и конкретные торговые рекомендации. Кстати, вопрос в студию. Долгое время мы пытаемся адаптировать дизайн слайдов для того, чтобы лучше воспринималась информация, меняются цветовые схемы. В частности, неделю назад посты были исключительно в темном цвете, сейчас в белом. Если вы подписчики нашего канала, я очень на это надеюсь. Не поленитесь, оставьте фидбэк в комментариях к этому видео, какой формат шаблона вам нравится больше, темный либо светлый. Соответственно, на основании выводов, которые мы сделаем после ваших комментариев, уже окончательно утвердим тот формат, который останется на постоянной основе. Ну что, давайте к рынкам индекс доллара 92.53. Когда мы готовились к симпозиуму Джерома Павла в Джексон Холле, я допускал, что мягкая риторика председателя американского регулятора может обеспечить снижение индекса доллара сначала в районе 92.50. Вот по прошествии двух дней мы подобрались к этой планке. Хорошо, что индекс доллара остается под фундаментальным давлением и сохраняет потенциал для еще большего снижения. Про риторику Павла уже говорил накануне, много вчера также состоялся вебинар, параллельно был стрим в нашем телеграм-канале, и мы уделили итогам, последствиям Джексон Холла очень много времени и внимания. Если есть потребности, или вы понимаете, что есть какой-то пробел в понимании событий, которые случились, я рекомендую вам перейти на наш канал на YouTube, открыть вчерашний вебинар, запись и посмотреть уже по факту, что было сказано и как это в конце концов будет влиять на рынок. Но вкратце, Джером Паул поддержал оптимизм тех трейдеров, которые ставили на снижение курса американского доллара. Его риторика была, как и ожидалось, взвешенный, прагматичный, крайне подготовленный, потому что мне лично даже и очень трудно представить груз ответственности, который взлагался на Павла, потому что он понимал, что любой неверный комментарий может спровоцировать панику на финансовых рынках и в том числе и обвал американской фондовой секции. Поэтому каждое слово было выверено, отточено. И он умудрился в течение часа своего выступления так построить свою речь, что в принципе объяснил отдаленные перспективы того, что может происходить с монетарной политикой, не уточняя какие-то детали, которые могли бы стать причиной вот этих неправильных экстремальных реакций на финансовых рынках. По тезисам я хочу лишь повторить, что Джером Паул считает, что из-за сохранения нисходящих рисков сейчас уместно и дальше проводить мягкую экономическую политику. Конечно же, инвесторы и трейдеры сейчас пытаются все-таки понять, когда ФРС сделает вот этот шаг в сторону ужесточения монетарной политики. И может быть это произойдет в ноябре, либо в декабре. Я рассчитываю и полагаю, что это если случится, то декабрь. И может быть даже уже следующий год. Но если новостной фон изменится, я буду держать вас в курсе, тем более, что мы с вами увидимся каждый день. Пока что мы работаем с по-прежнему слабым макроэкономическим фоном. На этой неделе будет очень много отчетов. Это самая объективная статистика ICM производственного сектора, сфера услуг. По прогнозам, скорее всего, и по факту мы увидим тоже в цифрах, статистика разочарует. Впереди отчет Non-Farm Perils августовский. Я ранее уже много раз комментировал, что, скорее всего, цифры будут очень плохими. И судя по тому, что сказал Паул, он также допускал, что статистика, предстоящая и значимая для рынка, такая как Non-Farm Perils, она, скорее всего, разочарует. Поэтому доходности американских трежерис снижаются, индекс доллара идет следом, золото постепенно восстанавливается. Вот три категории финансовых активов, валюта, долговой рынок и сырье, которые мы рассматриваем в связке. Доходность, кстати, трежерис сейчас 1,27%. И чем хуже будут данные на этой неделе, тем больше шансов у нас увидеть казначейские облигации поближе к уровню 1,20. В этом случае мы сделаем цель по золу 1825 и пойдем, соответственно, еще выше. Рынок нефти. Здесь приоритет лонговой сделки, потому что мы продолжаем анализировать последствия урагана Ида, которому был присвоен четвертый уровень. Фактически проводится очень много параллелей сейчас Ида с ураганом 2005 года, когда последствия именно на ликвидацию было потрачено десятки миллиардов долларов. Но нам интересен этот новостной фон с точки зрения влияния на нефтяную инфраструктуру в Мексиканском заливе. Есть цифры уже, друзья. Объем нефтедобычи в Мексиканском заливе был сокращен на 1,74 миллиона баррелей. Это 92% всего объема нефтедобычи в этом регионе, либо почти 2% общемирового предложения. Была установлена работа нефтепровода «Колония Пепели», через который транзитом, скажем, осуществляется логистика более чем 2,5 миллионов баррелей топлива в день. Это значит то, что восточное побережье уже второй день сегодня испытывает дефицит топлива. Это значит то, что запасы нефти начнут стремительно сокращаться. И данные от администрации нафтической информации, которую мы будем разбирать через неделю, покажут резкое падение. То есть статистика будет со знаком минус. Эти данные обычно выступают фактором поддержки для цен на нефть. Также ждем заседания ОПЕК 1 сентября. Каких-то судьбоносных решений там не будет. Но еще раз оценить настроение участников ближневосточного картеля относительно текущего предложения спроса будет не лишним. Я пока что за лонговые сделки. Как я говорил, что при таком фоне нужно работать по локальному тренду и ждать роста еще процента на 3-5. Евро против доллара – длинная позиция приоритета. Цель 1,1950, может быть, даже повыше. Индекс рыночных настроений, идея слабого доллара – это основные триггеры для главного валютного риска. И американский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы. Я вышла на отметке 4,500. Кстати говоря, те из вас, кто продолжает держать длинные позиции, также оставьте ваши комментарии в секции с комментариями под этим роликом, чтобы я, в принципе, понимал, насколько вы еще крепки в собственном энтузиазме того, что рынок будет дальше двигаться исключительно вверх. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.